Первая встреча большого проекта посвящена кукле, о которой с 1956 года мечтали тысячи и тысячи девчонок по всему миру. Барби сегодня не теряет своей популярности, несмотря на обилие других игрушек. Брещанка Виолетта Гапанюк совсем недавно свою коллекцию кукол подарила племяннице, а потому на выставке презентовала всего несколько экземпляров. Среди них и любимая из коллекции Мокси Тинз. Я очень долго просила ее у мамы, эту куклу, чтобы она мне ее приобрела. Она долгое время говорила, давай потом, потому что кукла очень много денег стоила. Я ждала, ждала, когда уже произошла инфляция, курс пал, и мне мама ее приобрела. Я поняла, что это моя любимая кукла, потому что у нее, во-первых, и парики менялись, и глаза у нее, если вы заметите, они стеклянные. Для меня это вообще просто был шик-пик. Также у нее еще шарниров очень много, то есть у нее очень много подвижных. Руки у нее подвижные, локти, ну это было очень интересно для меня в то время. Куклы из коллекции еще одной горожанки Елены Таранко хоть сегодня на конкурс красоты или моды отправляй. У каждой свой неповторимый стиль, шарм и очарование. Платье и костюмы женщина создает собственноручно. На экспозиции удалось представить только часть, всего их более полусотни. У меня уже был такой опыт, я выставлялась в детской библиотеке. Я поняла, что это, в принципе, интересно как взрослым, так и детям. Детям в первую очередь я хотела бы, чтобы это было интересно, потому что я использую для своих моделей куклы Барби, с которыми дети как бы в большинстве знакомы. И я хочу этим как бы показать, что кукла Барби, она может быть не только для игры, а еще для воплощения всяких таких творческих фантазий, идей. Проект «Мировые легенды» в коллекциях наших горожан – инициатива долгосрочная. Рассчитан он на 30 месяцев. Каждую третью субботу посетители будут ждать новые экспозиции и новые открытия. Вообще этот проект рассчитан не на школу, не на школьников, а вообще проект я рассчитывала как бы просто на всех жителей города. То есть по принципу такому, вот сидим дома, скоро выходные, скучно податься некогда. Там были, там были в парк, но денег уже не хватает, как бы, ну финансы сами понимаете. То есть, о, есть 12-й школы, о, 3-я суббота, а давайте пойдем в гости, там всегда что-то новенькое. То есть вот в таком плане, что кто придет, всем мы рады. Программы на ближайшее время уже расписаны. В июне здесь расскажут о легендах советского автопрома. В июле – о моде 19 века. А в августе речь пойдет о парке 1 мая. Акцентируем, встречи в рамках проекта будут проходить каждую третью субботу ежемесячно. Экцентируем. Продолжение следует...